всем привет дорогие друзья обращаюсь я к тем кто в эту минуту смотрит мой youtube канал меня зовут евгений кизелев как практически всегда за редким исключением по пятницам у меня в гостях сергей жирнов сегодня мы в прямом эфире работаем можете поэтому реагировать что называется с пылу с жару здесь вот у нас есть чат потом когда этот разговор закончится и это видео уже будет опубликовано в записи вы можете тогда там вопросы задавать комментировать обещаю сам лично буду отвечать на самые содержательные реплики на самые интересные вопросы привет сергей аригорь привет привет всем нашим зрителям сначала прямом эфире а потом уже в записи да и обязательно подписывайтесь на канал и сергей жирнова на мой канал не забывайте ставить лайки и знаете сегодня мы вообще собирались с сергеем поговорить о 90-х годах не скроет связано с шумным хайпом который уже на третью неделю вторую так точно продолжается вокруг разоблачительных публикаций марии девчих по поводу того что происходило по ее версии как это происходило по ее версии в 90-е годы и в этой связи возникает один важный вопрос вопрос о том а действительно ли как утверждают некоторые решающую ну или чуть ли не решающую роль в восхождении владимира путина к власти сыграли российские спецслужбы ну и более широкий вопрос и вообще российские спецслужбы в 90-е годы вот в эти самые для кого-то благословенные а для кого-то проклятые лихие правда ли они такую очень важную чуть ли не определяющую роль играли но вот прежде чем мы перейдем к подробному разговору на эту тему я хотел бы что называется по горячим событиям вам пару вопросов задать вот как вы трактуете историю с арестом могущественного военно-политического я бы даже сказал чиновника тимура иванова заместителя министра обороны заместителя сергея шойгу это на ваш взгляд попытка действительно там начать борьбу с коррупцией о которой так много говорят может быть так демонстративно показательная борьба с коррупцией или за этим стоит какая-то большая политика столкновения разных кланов как вы думаете вот знаете я как раз думаю что никакой большой политики за этом не стоит потому что иначе бы это было бы подавалось как решение путина да вот иначе тогда бы он вышел бы куда-нибудь с кем-нибудь поговорил дал бы кому нибудь интервью и сказал что вот у нас тут развелись коррупционеры и мы будем их выжигать каленым мечом значит чекисты должны быть с горячим сердцем чистыми руками там из обалделой головой вот ничего этого не было да то есть наоборот мы обратили внимание что это было сделано следственными органами с подачи кстати федеральной службы безопасности вот что этого но не существующего генерал потому что никакой не военный вот но в генеральской форме генерала армии прям привели в суд что был на самом деле издевательством над армии и над формой потому что вот обычно помните в советское время когда какого-то генерала сажали то первое что с него сделали это снимали погоны вот снимали погоны раздевали его одевали его в спортивный костюм какой-нибудь исключали из партии а вот только потом уже начиналось какое-то судилище потому что иначе получал что судит армию они генерала конкретного не лицо а институт власти вот здесь значит получилось так что картинка что судит институт власти но путина мы не слышали вот и больше того мы же понимаем что коррупция это вообще составляющая путинского режима то есть если посажали там за коррупцию то там надо было пересаживать всех давным-давно начиная с самого путина потому что он же первый первый коррупционер не вот поэтому я думаю что на самом деле это пока что просто внутренние какие-то разборки это может быть даже борьба борьба за какие-то потоки потому что мы понимаем что идет война во время войны идет огромный идут огромные деньги официально вы где выделено больше 11 триллионов рублей на войну на самом деле гораздо больше потому что есть скрытые статьи есть сопутствующие статьи то есть примерно половина бюджета уходит на на войну ну вот и конечно все это разворовывается и поэтому пока что еще сложно сказать и вы знаете для того чтобы делать такие выводы дали далеко идущие нам нужно посмотреть как пройдет формирование нового правительства то есть вот если в этом правительстве не окажется шойгу да вот тогда значит мы не будем говорить да что то здесь что то здесь на на не не произошло значительно но вообще-то есть еще другой элемент потому что одну из заместительниц губернатора московской области воробьева который в общем считается человеком шойгу шойгу когда там после ушел из губернатора московской области в министра обороны он оставил этого самого шойгу на свои на на своем месте то есть понятно что в общем она оставил его на потоках московской области и вот поскольку посадили еще эту чиновницу то вроде по нему выстраивается какая-то на что вот клан шойгу кто-то нам начинает трясти вот ну и много версий по поводу того что это значит там тимченки нет тимченко кстати входит в окружении шойгу и в этот же самый класс что это ковальчуки там пытаются потому что сына кольчука только-только назначили зам начальника контрольного управления администрации президента с чего кстати начинал путин после того как он пришел бородину сначала в управление делами вот то есть здесь на самом деле версии сейчас много но у нас нет информации потому что мы не видим как это будет развиваться то есть если полетят какие-то головы и прежде всего голова шойгу вот тогда конечно мы поймем что это был посадка иванова это было это был начало только кампании против шойгу но шойгу пока что выглядел непотопляемым человеком он самый старый министр вообще в правительстве путинском потому что он единственный кто еще со времен ельцина сохранился он уже больше 30 лет с 91 года да он входил в правительство правда когда это было не министерство по моему а еще а государственный комитет но в правительство гайдара знаменитое правительство гайдара он входил очень очень молодым и очень понял он и он понял что тогда в период начала 90-х годов когда все горело взрывалось и так далее никто не хотел заниматься разбиранием трупов и выходить к населению там ему объяснять почему все это падает и горит вот и очень сделал правильный ход потому что таким образом он стал непотопаемым непотопляемого абсолютно министр вот так что пока что это интересная вещь как то за которой надо будет наблюдать и очень любопытно что его посадили никуда-нибудь а в сизоле фортово родилась тут же версия что там какие-то спецслужбы что он там чего-то сдал такую гостайну что его будут по этой статье судить а вовсе даже не за взятку взятка это было только начать начальная статья которая позволила его присадить на два месяца дальше уже будут решать что то есть чего с ним сделать вот он и еще один аргумент почему это не компания чистки глобальная и не борьба с коррупцией потому что вот мы сегодня когда с вами в пятницу записываю мы выходим в прямом эфире с нашей передачей три дня назад путин же проводил совещание по поводу борьбы с последствиями поводков и так далее и на самом деле там значит было прям вот во время этого совещания выяснилось что огромное количество денег не выплачено ничего не делают там 10 процентов только до того что полагалось чего-то там выплачивать выплачено и путин вроде начал хмурить брови и говорит что-то маловато но никого ни на кого не накричал никого не снял никому не пригрозил никаких сроков не назначил то есть на самом деле вот он бы мог быть начать допустим начать с того чтобы три дня назад снять какого-нибудь губернатора да вот какого-нибудь там этого поближе к орску где там трупы животных и людей плавают в реке вот и так далее но он никого не снял поэтому никакой глобальной чистки пока что не видно и путин вообще это не любит все делать потому что он же коррупционер сам сам из этого вылез и коррупции не является в припутинском режиме никаким криминалом криминалом является не согласие вы вернее не лояльность путину лично вот это криминал абсолютный криминалом является сотрудничество с какими-то организациями или странами которые считаются вражескими то есть предательство с точки зрения путина и криминалом считается когда слишком публично демонстрирует свою свое богатство и вот судя по всему этого тимура иванова посадили именно за это потому что он с женой значит в куршевеле там я не знаю там в на французском лазурном берегу слишком много пиарился слишком много тик токился слишком много твиттерс а когда он там катался на лыжах она у нее там значит бриллианты по 10 миллионов баксов каждом ухе смеяться смеяться смеялись над ней что у нее танк абрамс в каждом ухе висит вот который примерно строит как раз такие деньги вот так что пока что это в общем какая-то такая мне кажется больше местная разборка и какая-то борьба за миллиарды бюджетных денег чем глобальная какая-то компания путинской очистки посмотрим дальше потому что нам осталось ждать недолго седьмого инаугурация новое правительство наверняка будет обнародована день там 8 9 вот так что в общем ждать осталось недолго посмотрим слушайте вот в связи с намеками я подчеркиваю намеки потому что это не более чем вот такие подмигивания через прессу что мол арестовали иванова за государственную измену а не за взятку а мы можем предположить что он человек с рыбролюбивый в конце концов в этом было больше чем достаточно поводов убедиться они могли его просто как говорится на материальной основе завербовать цру или британская разведка или кто-нибудь еще или китайцы у китайцев тоже есть разведка но вообще в принципе китайцев не интересует вербовка политической агентуры потому что китайская разведка очень специфическая их интересует в основном научно-технические секреты технологические секреты иванов никаких технологических секретов не знал поэтому для китайцев он не интересен это все что происходит в российской армии для кино китайцы так знают без всякого иванова и мне не нужно его повербовать для этого вот для цирушников тоже в общем не очень интересно они значит вся эта черта ивановская они ездили и тусовались постоянно во франции то есть можно предположить что французы там что-то сделали но французы не умеют платить большие деньги вот французы в этом смысле очень прижимистая спецслужба вот американцы американцы вы выкатывают сразу там чемодан с лимонами зеленых ну вот и могут завербовать кого угодно покупая там большие были у них большие бюджеты французы очень прижимисты и а американцы на французской территории не могли его вербануть могли конечно все могут вербовать где угодно да понятно тем более американцы на французской территории принципиально формально нет но реально в реальности конечно да вот и вообще-то я откровенно говоря удивлялся что человека в ранге замминистра обороны ездит в страну нато отдыхать куда-то там я не знаю снимает там виллы и причем это публикуется тик тока каких-то это вообще какая-то для меня абсолютная вещь вот для человека который вырос из советского кгб вообще ну за исключением разведки которые это позвал позволялась по должности до всем во всем остальным вообще все было это запрещено вот и там какие-то министр заместители министра могли ездить только с делегациями в официальные визиты когда все это дело обставлено соответствующим образом когда военная контрразведка вокруг разведка военная вокруг а вот так вот просто тусоваться где-то там на лазунном берегу или в куршевеле это конечно это новость такая вот такой новина новелла такая путинская вот ну вообще-то конечно для человека который так любит деньги и жена которого так любит меха и бриллианты завербовать очень легко на самом деле естественно исключать этого невозможно иными словами часть этого невозможно но вы знаете на эту тему была хорошая версия у владимира осечкина он был у юрия латыниной он давал большое интервью и его версия такая что при организации строительства и обслуживания ядерных объектов там вроде бы слили просто раскрыли там 300 ядерных объектов 12 главка министерства обороны хотя вот я вчера разговаривал с глебом пьяных он который вообще он проходил военную службу в этой в этой службе он говорит вообще-то это 12 все объекты 12 главка они все известны давным давно и там ничего секретов вообще тоже ни для кого нету вот и что типа это немного ему показал что эта версия слабовато для 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 разведки а ничего другого он знать не мог ну через него идут какие-то там секретные документы но по его направлению вот как там значит отстраивать мариуполь там и так далее вот он все-таки строитель он и больше того он же не военный вообще то есть он военном деле вообще ничего не понимает и он пришел из тека вот он пришел то есть он бухгалтер грубо говоря да вот человек который занимается проводками значит каких-то военных 100 военного строительства спецстрой вот и в основном просто воровством на 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 всем на всем этом куске вот я не исключаю того что он просто заворовался и даже по путинским масштабам считается что в общем это не очень хорошо а почему его фсб взяла и военная контрразведка да потому что у них там война сейчас идет все таки да и таким образом вот даже такое воровство она в общем рассматривается как государственная измена потому что вы ослабляете эту самую обороноспособность своего собственного государства а это военное время за это вообще без суда и следствия просто к стенке ставят нет ну послушайте у меня только один вопрос возникает разве объект для вербовки для спецслужб разных стран непременно интересен только той узкой сферы где он профессионально работает ведь скажем тот же тимур иванов там с песковым с пресс-секретарем президента путин ездит куда-то там путешествовать в далекие края с кем-то еще дружит с кем-то еще тусуется а на разного рода ведь светских тусовках иногда очень важные вещи проскакивают это конечно правильно да но обычно знаете когда вербу человека то интересуют документы интересует документы с грифом секрет на особой важности сов секретные так далее то есть конечно вот когда у человека иссякает его так сказать основной источник секретных документов из личного его сейфа или сейфа его управления его министерство и так далее вот тогда с ним могут говорить ну а чего еще ты можешь нам рассказать давай посмотрим какие у тебя там связи где-то там тусуешься где но вот слухи из кремля на самом деле я так думаю что цру интересует меньше всего их интересует там люди все-таки в разведке люди конкретные вы знаете потому что ну я вот помню как там нам ставили задачи то есть конечно интересно когда вы рассказываете какую там светскую хронику кто с кем спит там и так далее но на самом деле это там один раз работает два раз работает на третий раз вам скажут вообще-то это парень нам нужно в сейф заглянуть к макрону да они там то что франсуал алан то может там с с актерками какими-то спать это конечно любопытно но это не разведка разведка это то что у него в кабинете происходит какие совещания чего а на самом деле вот все эти люди они не так чтобы и вообще в курсе того что реально вот даже тот самый песков если вы послушаете что он рассказывает песков я так думаю путина видит не чаще нас с вами то есть да у меня такое впечатление что он с путина вообще-то по телефону общается что он в кабинет даже к нему не заходит потому что но чаще всего ответ пескова типа а мы не знаем а спросить это у министерства обороны а спросить это у разведчиков а спросить это у того а мы не комментируем это туда-сюда то есть на самом деле его комментарии они не создают впечатление что человек допущенный к секретам в кремле и самым главным секретом которые реально интересуют разведку ну а может быть это сознательная линия поведения одобренная путиным не нужно отвечать ни на какие вопросы которые бы через тебя меня бы как-то позиционировали что-то определенное и это определенность переносится на самого путина да конечно но только для этого и делается именно все в этом направлении а именно этому прессу просто ничего не сливается и таким образом путин действительно маньяк он перестраховывается всегда и он никогда лишнего никому ничего не рассказывать он никогда лишнего мира с другой стороны он мог бы подтвердить или опровергнуть версии давно уже произошедшей смерти владимира путина что он действительно лежит а может не лежит в морозильнике где-то там на своей даче своей резиденции где-то там далеко от москвы на озере валдай да о чем нам много раз подробно рассказывали генерал свр и профессор валерий соловей да песков же в смысле может быть интересным источником информации для той же самой американской разведки но он это сделал уже он это сделал декабре нам показал на линии на прямой линии путина он нам показал дефек с двойником путина вот он ответил вам это на этот вопрос все он закрыл вопрос посмеялись сделали иронический клип сделали иронический саркастический клип и путин сказал что я вообще-то один да вот или тот двойник путина который сидел на этой конференции нет я вообще в эти штуки не верю потому что это было интересно в самом начале вот когда у него мало было информации да но стало понятно уже недели через две после того вот после 26 октября что это в общем и псо лично профессор соловья и генерал свр потому что самое главное что они сказали что вот из если путин мертвый в холодильнике тогда должны были произойти очень быстро изменения в государственной власти а никаких изменений не произошло и они очень быстро изменили концепцию они стали говорить ну вот там то то до сего но это были уже отговорки это стало понятно уже к декабрю месяцу что никакого путина в холодильнике нет пожалуйста послушайте вот еще важная новость которая обсуждается уже там несколько дней владимир зеленский президент украины заявил что у него есть точная информация от украинской разведки о планах россии сорвать саммит мира проведение которое планируется в середине июня в швейцарии как вы считаете вот как может российская разведка российские спецслужбы сорвать этот самый саммит мира вот практически как это может произойти а ну у меня никто идеи есть но я их не буду озвучивать на сто процентов потому что это не начали им подсказывать что они должны делать вот это как папа жванецком она все время подсказывается ответ у вас помидоров нет нет вас огурцов нет нет вот а здесь наоборотность вы хотите вы хотите сделать это да вы хотите сделать вот это и это можно вот ну нет есть конечно мы же понимаем что доктрина герасимова это доктрина работающая Это доктрина гибридной войны, и гибридная война включает много-много компонентов, которые не связаны совершенно ни с какими войсками, ни с какими ударами. То есть понятно, что с помощью хакерских атак во время этого саммита на Швейцарию можно организовать группы не очень лояльно настроенных швейцарским властям партий, чтобы они устраивали какие-то манифестации. Я не думаю, что им удастся сделать какую-нибудь там забастовку, потому что в Швейцарии нет забастовок. Вот во Франции у нас забастовки, и в Германии время от времени в Швейцарии вообще никто не бастует. Они очень смеются над французами и над немцами, потому что у них всегда ходят поезда по расписанию, ну бывает иногда опаздывают, но очень редко. Так что на самом деле это не так сложно сделать. И этого, кстати, боятся все. Это вот Зеленский сказал по поводу этого саммита, но Макрон боится по поводу своих олимпийских игр и правильно делает, кстати. Потому что плюс есть еще будет там в июне месяце, 14 июня будет Европейский чемпионат по футболу. Ну вот это тоже, в общем, вещь, которую тоже можно каким-то образом срывать, потому что если в каком-то месте собирается просто много народу, то достаточно, ну иногда достаточно просто послать какого-нибудь мальчика, который взорвет пару петард, и все начнут там ложиться на пол, потому что будут бояться, что это боевики ИГИЛ, где-нибудь там начали какой-нибудь новый крокус в Швейцарии или во Франции. Вот так что в этом смысле довольно большой арсенал, и я не буду дальше его развивать, потому что зачем им подсказывать, они сами большие. Ну, таким образом, если президент Украины Владимир Зеленский об этом заявляет публично, это вполне серьезная история, и прислушаться к ней стоит. Ну, это может быть, да, прислушаться к ней в любом случае стоит, но это проблема, прежде всего, швейцарских властей. В Швейцарии на самом деле у них с этим все нормально, потому что они каждый год организовывают довоз. Вы знаете, что в этом Давосе, значит, Давос превращается в осажденную крепость каждый январь, значит, туда приезжают высшие люди всего мира, вот, очень богатые люди, и швейцарцы умеют все это делать, никаких там проблем никогда не было. Ну, вот, Швейцария очень маленькая страна, в Швейцарии на самом деле это очень легко все делается, там легко отслеживается, потому что все взято под контроль. Там очень серьезная, кстати, на самом деле полиция и контрразведка в Швейцарии. Это я вам могу рассказать такую штуку, значит, вот, просто чтобы вы понимали, как это работает, на каком уровне это работает. Женева, значит, вот такой большой-большой центр, где много международных организаций, международный аэропорт. Значит, я еду из аэропорта, я кого-то провожал, по-моему, проводил кого-то из аэропорта, и дальше еду на своей машине в центр Женевы, вот, а там такой туннель, значит, и в это время мне проходит звонок из моей клиники, на которой я работаю, сейчас в клинике Женурье, на мобильный телефон. Я останавливаюсь на вот этой самой полосе для чрезвычайных остановок, включая ворнинг, вот, и продолжаю свой телефонный разговор. Через буквально три минуты две машины полицейские, одна спереди становится, с вертящимися мигалками, вторая сзади, и ко мне подходят полицейские и начинают расспрашивать, почему я здесь остановился, почему, что у меня случилось и так далее. Через три минуты, через три минуты они приехали. Вот, и, так сказать, хотели меня уже там посадить в тюрьму какую-то, вот, но поскольку я работал на клинику, я сказал, что мне прошел звонок медицинский из управления, от руководства моей клиники, передал им телефон, им это подтвердили, и они же сказали, ну, вообще-то, ладно, арестовывать ничего не будем, штраф платить не надо, но уезжайте быстро отсюда, потому что здесь не надо стоять. То есть, в этом смысле в Швейцарии все классно. Ну, что ж. Или вот еще, например, такую штуку, там, Женева-Лазанна, значит, в одном месте там автобан между этими двумя городами, там всего 60 километров между этими двумя городами, и в определенном месте три полосы в одну сторону, три полосы в другую сторону. Так вот, уже 15 лет тому назад там стояли камеры, которые считывали абсолютно все машины, которые проходили и туда, и в обратную, и в одну, и в другую сторону. Сейчас тем более. Ну, что ж, друзья, я еще раз напомню тем, кто, может быть, присоединился к нашей прямой трансляции не с самого начала, мы в очередной раз, как всегда по пятницам, беседуем с Сергеем Жирновым, писателем, журналистом, впрочем, в прошлом, простите, сотрудником советских, российских спецслужб. И вот тут на этот наш разговор относительно саммита реагирует одна из наших зрительниц, слушанниц, как себе представить срыв форума мира без России. Россия – сторона конфликта, и без нее все это бла-бла-бла, и ничего и срывать не нужно. Без России, типа, это выстрел пух. Ну, вы знаете, я не знаю, что думает Сергей Жирнов по этому поводу, он сейчас скажет, я вам очень коротко скажу, что если туда приедут первые лица или там министры иностранных дел, влиятельных стран мира, возможно, туда и китайцы приедут, сама по себе вот эта конференция станет, ну, как минимум, свидетельством, это будет очень важный политический, дипломатический акт, свидетельство поддержки Украины и взгляда Украины на пути достижения мира. Вот если туда никто не приедет, вот это другая история. А если туда не приедут русские, но приедут все остальные, ну, это будет как раз для России дипломатический провал. Да, я с вами согласен в этом смысле. Я добавлю еще, если эта конференция никому ничего не важна в Российской Федерации, то почему ее так подробно обсудили белорусский диктатор Лукашенко и Путин и сказали, что вот нас туда не позвали, значит, в прямом эфире очень плакались, ну, вернее, делали вид, что типа нам и не очень хочется, но если вам не очень хочется, тогда об этом надо молчать, а если вы об этом говорите, значит, на самом деле вам очень хочется. Вот, ну и последняя вишенка на торте, вот само присутствие этой тройчихи или этого тролля, который задал этот вопрос, доказывает как раз, что им очень хочется и реально они хотят сорвать это дело. Ну, это точно так же, как Мария Захарова там истерически реагирует на решение Европарламента о том, что мы больше не рассматриваем Путина как легитимного президента России, да? Если бы им было все равно, они бы это пропустили мимо ушей, да? А когда Маша Захарова начинает на это истерически реагировать и рассказывать, что они никто и звать их никак, это значит, что им сделали очень больно, особенно, когда вот, знаете, есть бумажка и печать, как сказал мне вот сегодня один из моих предыдущих собеседников Иван Яковин, Путин же легитимист, ему очень важно, да, вот он же мог бы стать президентом еще на 10 лет вперед без всяких выборов в условиях нынешнего авторитарного режима в России. Никакие выборы ему можно было и не проводить, а просто сказать, что все, ребят, я решил, вот тут посоветовался с друзьями, я еще на 10 лет остаюсь, а вы не парьтесь там, не нужно вам ходить, там какие-то бюллетени заполнять, куда-то чего-то бросать, так продлим мой срок, да? Да, но он легитимист, и вот, понимаете, когда легитимисту показывают напечатанные на бумаге на бланке Европарламента за подписями, там, 4,5, там, 4,5, по-моему, депутатов проголосовало за, что он больше не президент России в наших глазах, это больно, это обидно, ведь эту бумажку потом можно еще в какое-нибудь дело подшить, да? Например, как это называется, суверенный иммунитет, да? Вот до тех пор, пока Путина признают человеком, который является носителем суверененного иммунитета, как законно избранный президент страны, это одна история, да? А когда он уже незаконно избранный президент страны, то это уже немножечко другая история, и мы ведь в какой-то момент могут сказать, слышь, мужик, а на тебя этот самый суверенитенный иммунитет не распространяется, пожалуйста, просим полицейскую машину. Да, да, это правильно, это очень хорошее замечание, очень хорошее замечание. Вот, ну, в общем, это понятно, тем более, что это же до этого было решение уже ПАСЭ, да, Парламентская Ассамблея Совета Европы, причем сначала оно было осенью, они заранее уже сказали, что не будут признавать, и когда эти выборы прошли, они подтвердили свое намерение не признавать, то есть они приняли это решение. Но Парламентская Ассамблея Совета Европы – это просто консультативный орган, это вообще ни о чем, это просто делегации такие собираются, ну, и обсуждают какие-то общие вопросы, чтобы выработать тренды, грубо говоря, на будущее. А Парламент Евросоюза – это совсем другое, это законодатели, это реальные люди, которые принимают законы европейские, да, которые устанавливают правила, их выбирают, то есть это совсем даже не Парламентская Ассамблея. И вот когда такое собрание четырью пятыми голосов принимает решение о том, что Путин не легитимный президент, это очень больно, это очень больно за Путина. Ну что ж, раз вы говорили о Путине, обращаемся вот к той теме, которую я заявил в самом начале. Я имею в виду историю про роль спецслужб в восхождении Путина к власти. Напомню еще раз, что из-за двух нашумевших серий такого многосерийного расследования одной из руководительниц ФБК, соратницы Навального, Марии Певчек, сейчас стали бушевать страсти по поводу того, а какими они на самом деле были эти самые, для кого-то, повторяю, проклятые, для кого-то благословенные 90-е годы, и какую роль в частности сыграли спецслужбы в восхождении Путина. Потому что очень часто вот такой вот, там много разных ярлыков и таких пропагандистских штампов существует, но один из них – Путин, креатура российских спецслужб. Вот я не призываю вас ни в коем случае, Сергей Олегович, заниматься критическим разбором сочинений Марии Певчих, а просто вот давайте поговорим, независимо от того, что она там опубликовала, на ваш взгляд, была ли какая-то спецоперация, как некоторые искренне верят, что вот какие-то там хитромудрые генералы КГБ бывшие приметили Путина и начали его планомерно продвигать к власти. И вот генералы КГБ, бывшие и новоиспеченные генералы ФСК, ФСБ, они обладали мощными рычагами власти в те самые 90-е годы или нет? Или и сами спецслужбы, как институты, насколько они были сильны по сравнению с советским временем? Значит, во-первых, буквально в двух словах. Фильмы интересные, я всем советую посмотреть, кто не смотрел, особенно тем, кто не знает, что тогда происходило, потому что лично для меня я там нового ничего не увидел, я все это знаю изнутри, в каких-то вещах даже был каким-то боком причастен к тому, что происходило. Ну, плюс у меня там два олигарха реально принимали в этом участие, Володя Потанин и Борин Ситов, это мои однокурсники по МГИМО, поэтому, в общем, как бы понятно, что некая близость тогда у нас была. Вот, и так что в этом смысле мой взгляд, в общем, грубо говоря, я одобряю то, что сказано в этом фильме и подтверждаю, что это во многом соответствует тому, что было реально происходило. Роль спецслужб – это отдельный разговор. Вот, говорят, там Путина даже готовил Андропов, да, вот, даже прямо вот там из 80-х годов, типа, вот, вот это, конечно, полная ерунда, да, потому что Путин тогда был вообще никем, он тогда вообще был маленьким-маленьким человечком в каком-то там Ленинградском КГБ. Вот, в 84-м году, когда уже Андропова не было, его послали учиться в Москву в Краснодоменный институт, и он провалил свою эту учебу и обратно его отослали в Ленинград, а потом заслали в занюханную точку в Дрездене. Вот, это все выдумки, никакой Андропов Путин знать не знал и знать не мог, и вообще это все слишком далеко было. Вот, и у КГБ на самом деле не было никакого огромного плана спасения Советского Союза и самого себя, да, потому что КГБ сам себя, кстати, не спас, то есть его расформировали после неудавшегося Путча в августе 91-го года, его расформировали, Компартию расформировали, и Советский Союз развалился. И как институт КГБ себя не сохранил. А вот другое дело, что все те люди, которые работали внутри, те, кто были поумнее, те, кто были подприимчивее, в общем, они себя сохранили. Ну, начнем с моей собственной истории. И я, в общем, был тогда прям на острие этого, этой перестройки, на острие изменения. И попытка подстроиться под изменяющую ситуацию в КГБ была. Это отрицать нельзя, потому что даже вот у нас внутри разведки тогда, допустим, готовились к тому, что советские республики разделят посольство Советского Союза с рубежом, и прикрытия для разведки будут изменяться, будут сокращать. Уже тогда началось, в начале 90-х, в конце 80-х годов, началось сокращение должностей посольских, то есть начались проблемы с МИДом и так далее, с прикрытиями МИДа. И вот тогда уже разрабатывалось, вот меня там привлекали для работы в рабочей группе, новые прикрытия, когда появлялась новая свобода, когда ушла монополия внешней торговли, когда людям открыли границы, когда стало возможным ездить. Ну вот разведка думала, как ей подстроиться под это дело. Но я вам должен сказать, что разведка тащилась очень сильно, очень сильно отставала. Вот точно так же, как Горбачев всегда, начиная с 89-го года, на два хода был позади истории. Вот точно так же и у разведки, на самом деле, она же все-таки очень неподвижный организм. Она, вот ящики, эти говорят, как вот динозавры, почему вымерли? Да потому что они были слишком большие, неподвижные, пока там дойдет до головы, тебя уже сожрут твое тело. И выжили как раз маленькие организмы, тогда, когда там была история с изменившимися климатическими условиями во времена динозавров. Вот, и здесь такая же штука произошла. То есть институция умерла, но поскольку в этой институции было все-таки отбор, ну, я бы сказал, так все-таки делался по критериям интеллектуальным тоже. То есть там дураки тоже, ну, дураки были, но их, я считаю, что их в среднем было меньше, чем в обществе, в Советском, если брать весь Советский Союз. То есть все-таки отбор был довольно жесткий в КГБ. И по этому поводу, ну, совсем уж дураков не было. Иллюзии, которые, вот я помню по разговорам 89-90-91 года, в КГБ довольно много было людей, которые понимали, что все летит в татарары, что все изменяется, что все как-то нужно чего-то там перестраивать. Но делать ничего быстро они не умели, потому что вот даже у меня вот реально получилось так, что, значит, мне предложили просто через Комсомол, через Московский горком, значит, через движение НТТМ подключиться к внешней торговле Комсомола. Вот. И когда я пришел с этим предложением к себе, меня прям вынесли чуть не на Крючкова прям, потому что, ну, все были генералы так счастливы, что я вот наконец такой появился, потому что им задачу такую уже поставили, а никто ей не занимался, и они не знали, как к ней поступиться. И вдруг приходит человек, который говорит, вот у меня все готово, только нужна отмашка, и меня там за два дня оформили вывод в действующий резерв, что обычно, на что уходит обычно там три недели, месяц, два месяца, потому что ходят бумаги генеральские, а тут за два дня все это прям Крючкову доложили напрямую, Дороздов там ездил даже мимо Шебаршина, ездил прям напрямую к Крючку, и все это дело утвердили. Вот. Так что было видно, что им задание поставлено, но они с ним не очень эффективно справляются. Дальше, когда все это дело развалилось, когда развалился Советский Союз, я вот помню, у меня был последний разговор с моим начальником отдела, когда я вернулся из Франции в 92-м году, и вот ему говорю, что типа я хочу уходить, а он мне рассказывает, что у них там, значит, холодильники пустые, в магазине ничего нету, денег не платят, и народ бежит из Ясенева, и его совершенно не удивило, что я пишу заявление, то есть наоборот. И последняя фраза, вот для того, чтобы вы понимали, насколько классный комитет, который там смотрел якобы там на 25 ходов вперед, вот мне, значит, мой полковник, начальник отдела говорит, что типа, ну ты устраивайся, ты уже почти устроился, все замечательно, может быть там через годик, через два ты меня возьмешь своим советником, каким-то там по, в свою фирму, которая там будет у тебя работать, там, я не знаю, на Западе где-то и так далее. То есть на самом деле, в основном все занимались выживанием. Вот когда развалился Советский Союз, то все занимались выживанием, кроме тех людей, которые были чрезвычайно консервативны. Вот типа людей, типа Патуршева. Патуршев, у него даже не стоял вопрос, уходить из КГБ или не уходить. Он сидел на этом месте, он был полковником, и ему смысла никакого не было, никуда уходить, у него желания не было никакого уходить, и возможностей не было, и интеллектуальных способностей не было. То есть он ничего не умел делать, кроме того, что он делал в КГБ. А вот Путин, после поездки в Дрезден, вот он сбежал оттуда очень быстро. То есть как только он увидел, что есть какая-то лазейка уйти к Собчаку, то Путин туда и сбежал. И на самом деле это был его выбор. Это не было заданием комитета. То есть просто он встретился с человеком, который стал мэром демократически избранным Санкт-Петербурга, и у того не было команды реальной, потому что Собчак не администратор, Собчак оратор, трибун, идеолог, вождь. Но он ничего не умеет делать вот в таком практическом плане. Ему нужна была какая-то команда, и вдруг образовался этот Путин, который сказал, да я вообще-то в КГБ, типа я могу там подключить каких-то своих друзей. И Собчаку было это очень нужно, на самом деле. То есть он взял Путина не потому, что Путина ему подсовывали, навязывали и так далее, а просто потому, что тогда был бардак, потому что тогда было непонятно ничего. И иметь человека из КГБ, на самом деле у КГБ, кстати, был в то время довольно хороший имидж по отношению ко всем остальным институтам государственного управления в Советском Союзе. Потому что все-таки там было меньше коррупции, то есть там совсем была не такая коррупция, как была, допустим, в милиции, в министерстве внутренних дел. Вот КГБ боролся с этим, там Преандропове боролся. Вот мы знаем это дело там против счетов, Болокова там против Чурбанова и так далее. И у КГБ был такой на самом деле имидж людей исполнительных, разумных, идеологических, прагматических одновременно, знающих языки, умеющих работать с иностранцами и так далее и тому подобное. На самом деле вот я это тоже на себе почувствовал. Причем, вы знаете, самая интересная вещь, и, кстати, эта интересная вещь способствовала очень сильно вот моему выходу из КГБ на вольные хлеба. Потому что я сидел в Ясенево, и вот когда вот меня выпустили на эту НТТ, я там начал общаться с французами, московскими, там в посольство ходить, там и так далее. И буквально очень быстро начал общаться с бизнесменами французскими, которые пытались работать вот в этих новых условиях Советского Союза. И они все жаловались абсолютно тогда на то, что они ничего не понимают. Потому что им было комфортно работать тогда, когда Советский Союз был закрыт, когда все знали, что вот в советской системе есть внешнеторговое объединение, их там было всего 50 штук, вот и ты знаешь, что в Министерстве внешней торговли, ты туда придешь, там есть один человек, ты ему принесешь взятку небольшую, календарик какой-нибудь, там шариковую ручку, там бутылку коньяка французского, и все. И тебе сделают все, что угодно. Вот вдруг развалили монополию внешнеторговли, и люди перестали понимать, кто за что отвечает, кто реально чего решает. То есть вот какие-то местные власти, допустим, говорят, мы готовы, мы принимаем решения. А потом вмешиваются центральные власти, и в общем получается, что люди, западные бизнесмены, дают взятки налево и направо, а вопросы никто ничего не делает, потому что, значит, система разрушилась, но эффективности у новой системы никакой нет. И тогда появилось, мне стали задавать вопросы, типа, а нет ли у тебя кого-нибудь, кто работает в КГБ знакомых? Я сначала это воспринимал как провокацию. То есть, типа, когда мне начали задавать такие вопросы, я подумал, ну я что-то там неправильно делаю, меня заподозрили в связи с КГБ, хотя, в общем, у меня была хорошая крыша и легенда, телевидение там и так далее, реальные всякие вещи. Вот. И я рассматривал это как провокацию. Но потом я понял, что никакой провокации нет, что на самом деле КГБ, даже вот в глазах этих бедных, несчастных, западных бизнесменов, выступал как организации, которая хоть каким-то порядком может чего-то обеспечить. И я крючку написал записку информационную на эту тему. И эта записка, вот тоже я ее написал, ну такую, набросок какой-то, и отдал начальнику отдела, извините, мне тут, ну ладно. Все в порядке. Вот. И вдруг эту записку, меня вызвали, я уехал домой, и вдруг меня вызывают, и говорят, это мы тебе за тобой машину прислали, мне с мигалкой машину черную прислали, я себя вернули. И мне Дроздов прям лично говорит, слушай, переписывай эту бумажку, значит, сиди здесь, пока не напишешь, потому что бумажка уйдет, идет к крючку. Вот. А дальше, значит, вернулся она на следующий день, и там была на обратной стороне подпись Болдина. А это значит, ее прочитал Горбачев. Вот. Потому что она вот так легла, вот, вот, вот прям вот, вот Крючков был очень доволен, что вдруг показывалось, что КГБ, на самом деле, он там, вот, комитет обладал какой-то реальный, реальным авторитетом, в том числе за рубежом. Вот. И я там ничего не придумывал, там это были реальные вещи. Вот. И дальше, вот, посмотрите, когда развалился Советский Союз, то ведь все люди с властью и в КГБ, они все же ушли к олигархам. Вот тот самый Бобков, да, Бобков ушел в мост, да, в группу мост к Гусинскому, и заведовал там службой безопасности, и службой там аналитики, и так далее. И все генералы на самом деле. Извините, пожалуйста, сразу хочу скорректировать. Службы безопасности Бобков не заведовал. Это одно... Там совсем другие люди возглавляли службу безопасности. Это такая вот страшилка, которая была потом распространена в средствах массовой информации для того, чтобы скомпрометировать Гусинского, что вот у него безопасностью сам Бобков заведует. Без разницы. Все генералы, которые были, входили в коллегию КГБ, они все сели к олигархам и все сели в службу безопасности или советниками по безопасности, или советниками по контрразведке, или советниками по аналитическим службам. Все они пристроились, абсолютно все. И вот это, на самом деле, реальность была такая, потому что и новому бизнес-классу ему тоже нужна была какая-то крыша такая вот КГБшная, потому что они тоже не умели это делать, и они брались с большим удовольствием. И вот Путин ушел работать к Собчаку, а вот в 90-е годы, вот Попов, когда был мэром в Москве, он потом ушел, оставил Лужкова, и Попов создал себе Международный союз экономистов. Вот, и, в общем, я в конце 90-х годов с Габриилом Поповым и с этим Международным союзом экономистов вполне активно общался, и они очень открыто догадывались, откуда я пришел, вот, и были рады, что я оттуда именно пришел. Вот, и было понятно, что на самом деле востребованы, офицеры КГБ были востребованы, а тем более в десятки раз востребованы были офицеры разведки. Это вот реальность, которая была. И в этом смысле не нужно было никакого заговора какого-то КГБшного, чтобы вот продвигаться куда-то там во власть, потому что все просто пристроились, потому что, ну, вот в разведке люди, которые работали за границей, которые говорили на иностранных языках, которые знали, как там все работает, которые знали, как это устроено, которые туда ездили, в которых были контакты, у которых были контакты внутри службы, у которых остались контакты внутри ФСК и ФСБ, да, и службы внешней разведки. Конечно, они были на вес золота, на вес золота буквально. И вот то, что Путина взял к себе Собчак, а потом его там продвинули к Бородину, а потом его, именно потому, что он был КГБшником, его взяли в контрольное управление в администрацию президента. Больше того, я там с 95-го года работал с медицинским центром управлением делами президента, и я им тоже сказал, что я бывший КГБшник, и они были счастливы, что я из разведки, и со мной прекрасно работали. То есть, просто потом на меня стали давить, что типа, слишком много секретов знаю, давай-ка ты возвращайся в эту разведку, вот давай ты вернись, снова тебе погоны повесим, потому что ты же работаешь с администрацией президента, секреты знаешь. Вот, кстати, вот эти 90-е, вот я как раз изнутри знал эти секреты, я знал, например, самый большой секрет в 96-м году во время этих выборов, что у Ельцина инфаркт был, что у него с проблемой с сердцем, прорабатывал секретно в Швейцарии вопрос ему сделать операцию на сердце, там четверное шунтирование, вот там с Бакери, там и так далее встречались, швейцарские клиники я к нему привозил, первый зам начальника медицинского центра, я его возил в Швейцарию, то есть вот я это все дело прожил изнутри всего этого дела. И, конечно, вся эта история, что якобы Путина продвигали какие-то службы как специальный проект, это туфта. Но то, что он был востребован как бывший сотрудник КГБ внутри новой российской власти, и не он один, а это было востребовано, востребовано все офицеры КГБ, это совершенно точно. И вот другое дело, что вот он, когда его настрелие Ельцин назначил в 98-м году директором ФСБ, вот здесь у него уже с его коллегами, с Патрушевым и так далее, возникли какие-то свои собственные мысли. И вот в декабре, 20 декабря 99-го года возникла эта замечательная фраза, когда он в качестве председателя правительства приехал на День Чекиста на Лубянку и сказал, что группа товарищей, которую вы отправили для работы под прикрытием правительства Российской Федерации на первом этапе со своей задачей справляется. И вот эта вот фраза, она как раз и родила миф о том, что на самом деле там был какой-то заговор, и значит, вот его специально туда направили, и все это дело организовали чекисты, а потом, когда он взял из всех своих приятелей чекистов, поназначал на крупные должности внутри своего собственного режима, то возник этот миф, укрепился, и тогда уже сказали, вот чекисты это заранее все знали. Нет, ничего они заранее не знали, они спасали свою шкуру. Почему меня отпустили в 91-м, в 92-м году? Да потому что на самом деле они боялись, что все будет, как в ГДР со штази, что будет люстрация, что будет процесс над компартией, что их всех арестуют, там, я не знаю, каких-то генералов, что их посадят, всех остальных, всем остальным запретят работать, значит, по интересным специальностям, нельзя будет преподавать, нельзя будет ездить за границу, нельзя будет работать во власти, нельзя будет работать в журналистике, в политике и так далее. Они этого боялись, всего этого дела. Вот, и когда они успокоились, где-то к 93-му году. Вот к 93-му году они поняли, что все идет своим планом, что все устаканивается, Примаков начал восстанавливать службу внешней разведки, когда Примаков восстановил ее к 95-му году, стал сначала министром иностранных дел, потом председателем правительства, это тоже был сигнал, что вот спецслужбы возвращаются, вот, и на самом деле, потом просто все это устаканилось, но никакого, конечно, секретного плана, суперплана не было, потому что просто они не были настолько умны, чтобы увидеть такой секретный план. Ну, вот вы знаете, я с своей стороны могу сказать, что, во-первых, вот что я помню с тех самых времен, с начала 90-х годов, люди, что называется, наиболее способные, талантливые из числа сотрудников, прежде всего, из числа сотрудников внешней разведки. Я служу исключительно там по кругу своих знакомых. Стали уходить при первой возможности. Кто-то из моих знакомых говорит, о, меня тут позвали работать в правление, там создается какой-то международный российский банк, пользуется он, что называется, благосклонным отношением Герасченко, который был тогда председателем, последний председатель, если мне память не изменяет, Центрального банка СССР, Государственного банка СССР. Вот, и он действительно поспособствовал созданию нескольких первых коммерческих банков, потому что верил в то, что в стране должно быть больше банков, чем есть. Он в этом смысле человек был очень профессиональным, да? Вот несколько моих знакомых ушли работать вот эту банковскую сферу. Так, господи, Александра Лебедева давайте вспомним, к примеру, да? Это же бывший сотрудник внешней разведки, причем, по-моему, туда его пригласили на службу именно как экономиста-финансиста, потому что в аналитическом управлении у Леонова было создано целое направление людей, которые занимались анализом экономической и финансовой информации из Запада. Так ведь? Да-да. Потом стал мультимиллионером сына своего, можно сказать, там, сделал членом Палаты Лордов, скупил половину британской прессы, ну и так далее. Вот вам, пожалуйста, пример. Можно и другие примеры вспомнить, да, но факт тот, что вот тренд был такой, что самые талантливые, энергичные, способные, с хорошим знанием языков, со связями, почувствовав, что открылись совершенно новые, прежде неизведанные возможности, стали уходить в частный сектор. И это, конечно, на мой взгляд, очень существенно ослабило потенциал и внешней разведки в целом, и потенциал спецслужб вообще, да. И, конечно, они еще, они еще, помимо всего прочего, были дезориентированы. Вот еще, что мне лично бросалось в глаза. Многие люди были подавлены, дезориентированы, они не понимали, как жить дальше, потому что сменилась система ценностей, система ориентиров, и даже если они оставались и продолжали работать, ну, они чувствовали, что все уже, мы не те всемогущие, что были раньше, да. Это могущество к ним как раз с возвращением Путина, на мой взгляд, обратно пришло, да. Ну, как минимум с того момента, вот в конце 90-х, только когда Путин опять стал профессиональным спецслужбистом, возглавил как директор ФСБ. А так, не знаю, согласитесь? Да, я соглашусь с этим делом и предлагаю, может быть, даже продолжить в следующей передаче этот разговор, потому что есть смысл поговорить, как происходило, как происходило изменение спецслужб с советских на российские. Вот, наверное, это будет продолжением логическим того, что мы, о чем мы начали с вами говорить в этой передаче, и от политики мы уйдем в истинно шпионские места о роли Примакова, Трубникова и так далее, и как это изменилось потом при Путине. Вот, я думаю, что для наших зрителей это будет интересный разговор и предлагаю вам, может быть, его продолжить на следующей неделе в пятницу. Я всячески это приветствую. Вы знаете, Сергей Ильич, я неровно дышу в истории. Я считаю, что историю надо знать, историю надо изучать. И в этом смысле у меня, кстати, есть определенные претензии к фильму Марии Певчих, потому что он изобилует историческими неточностями, историческими умолчаниями и какими-то совершенно смешными историями вроде того, что Крылатска это крутой, самый престижный район Москвы. Ну, вот вы уже смеетесь, потому что вы понимаете, что на самом деле такое, это самое Крылатское, расположенное вблизи Московской кольцевой автодороги, да, это далеко не самый престижный район Москвы, ну, или то, что там Ельцин приватизировал свою служебную квартиру. Простите, пожалуйста, но на самом деле все квартиры, которые находились государственные в распоряжении граждан, в какой-то момент в Российской Федерации были приватизированы. И ваше, наверное, тоже. Да, и мое тоже, да. А на самом деле шутки шутками, но в результате это люди, те, которые не побежали их сразу продавать по дешевке, через 10, 15, 20 лет стали обладателями зачастую очень серьезной и очень солидной и очень дорогой недвижимости, правда? Да, верно, верно. Евгений Алексеевич, меня время уже начинает поджимать, потому что у меня следующий эфир запланирован. Дорогой Сергей Олегович, и у нас в городе Конотопе та же самая история, как говорится. Поэтому спасибо вам большое за этот разговор, спасибо всем, кто нас смотрел. Оставайтесь на моем канале, очень скоро следующая встреча моя, следующий стрим, с замечательным журналистом Виталием Портниковым, это будет меньше, чем через час. Пожалуйста, лайки ставьте нашему разговору с Сергеем Жирновым и подписывайтесь на все наши каналы. Спасибо большое и до следующей встречи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok